В этом году отмечается 85-я годовщина национальной трагедии украинского народа Голодомора 1932-1933 годов. Организованная сталинским коммунистическим режимом, карательная акция признана геноцидом как у нас в стране, так и за рубежом. Круглый стол памяти жертв Голодомора состоялся в Одесской национальной научной библиотеке. На круглый стол пригласили специалистов Одесского национального университета имени Мещникова, Одесского историко-краеведческого музея, Международной кадровой академии, представителей областной организации национального союза краеведов Украины. Наша библиотека была в числе первых закладов институций в нашей стране, которые начали говорить, открыто говорить про эту больную тему. Комплексные исследования событий, связанных с массовым голодом, начались у нас только с 1991 года. Собираются документы и семейные воспоминания. В каждом поколении приходят молодые люди, которые должны знать о этой событии. Почему? Потому что они должны сделать основной такой выяснитель для себя, что, чтобы что-то подобное не повторилось в нашей стране, они должны контролировать владу, они должны иметь свою независимую страну. Эти два основных вопроса, как на меня, молодь должна запомнить. Количество жертв голодомора по разным источникам от 6 до 8 миллионов человек. Точной статистики нет и вряд ли когда-нибудь появится. Множество отчетов наверняка уничтожено, чтобы скрыть следы преступления. А в сохранившихся документах может быть указана другая причина смерти. Надо учитывать и тех, кто умер позднее от последствий голодания. Мемориалы Галатомора установлены в городах и селах разных областей Украины и ряде других стран, где события 30-х годов признаны национальной трагедией украинского народа. Ежегодные выставки по материалам, собранные во всех регионах страны, проводит Одесский историко-краеведческий музей. Люди не были беспорядные, они опирались. На этом фокусов не было. И на том, что ховали хлеб, где только могли. И на том, что объединились в загоны и забирали у этих вылучателей, так бы говорить, и те, что награбованы, что они везли. Або нападали на млины. Великие повстания, которые готовились, в Беляевском районе, и заклики для этих повстаний. То есть народ активно действовал. Начиная с 91-го года по теме Голодомора вышло множество изданий. Сборники документов, научные и популярные работы. Все они поступают в Одесскую национальную научную библиотеку. Ее сотрудники подготовили книжную выставку «Голодомор в Украине» 1932-1933 годов. Плоскость современных исследований. Александр Виноградов, Юрий Рух, телекомпания КРУ.